Продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Итак, елки-палки, как устроен бизнес на корпоративных праздниках. Мы разбираем вот этот рынок корпоративных праздников и концентрируемся именно на новогодних корпоративах. Каждый год различные агентства выпускают исследования по этому поводу. И мы разберем еще этот вопрос, почему такое пристальное внимание как раз к тратам на корпоративы и как они организуются, с какими смыслами. Приводим в пример различную статистику, ее тоже разбираем. В студии Анна Сушенцова, директор по развитию агентства по организации праздников «Зажигай», Ирина Колчина, управляющая СТК «Порошина» и Роман Корнеев, телерадиоведущий. И ведущий, сценарист, создатель корпоративов. И 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете звонить. И мы хотели бы, чтобы вы позвонили и сказали, у вас в этом году есть новогодний корпоратив или нет. Идете вы или нет, и как вы относитесь к нему? На самом деле вопрос нетривиальный. Если в предыдущие годы, я имею в виду в годы Советского Союза, вообще разговоров не было о том, что люди складываются и устраивают корпоратив себе сами, то сейчас тенденция все-таки к тому, что есть соучастие. Соучастие сотрудников в организации праздника. И вот как раз вчера пришел опрос, не знаю на сколько он, репрезентативен, пусть гости меня поправят, если не совсем так, потому что они больше в рынке. Я черпаю только знания из этого опроса. И по нему полностью за счет компании оплачивается корпоративное мероприятие в Москве на 67%. Это по результатам опроса, а не какого-то хэдхантера, компания хэдхантер, рекрутинговое агентство. В Санкт-Петербурге 65%, Москва 67%, Санкт-Петербург 65%, Кировская область на третьем месте из всех субъектов федерации 61%. Для сравнения, Ульяновская область 24% оплачивает полностью компания, Алтайский край 28%. Ну, то есть практически там в два с половиной раза больше компаний, опрошенных, по крайней мере, которые говорят, что да, компания оплачивает весь корпоратив, и лишь 30% делят эти траты с компаний, и всего 9% это люди сбрасывают сами, и корпоратив устраивается за деньги сотрудников. Кировская область на третьем месте. На третьем месте, да, по заботе компании о своих сотрудниках в новогодние праздники. Что вы думаете по этому поводу? Удивительная статистика у вас, друзья. Анна Сушенцова. Буквально вчера было мероприятие... Это не у нас, это хэдхантер. Ну, хорошо, ту, которую вы озвучили. Буквально вчера, перед тем, как гостям нужно было зайти в банкетный зал, главный бухгалтер со списком собирал бюджет на корпоратив и пропускал всех, выдавая место за столом, за которым этот человек будет... А были те, кто не прошел? Ну, мне кажется, они были подготовлены морально к этому процессу, и корпоратив прошел очень хорошо. Клево было бы, если бы была альтернатива. То есть денег нет, ну тогда спляши нам. На бартер. Ну, на самом деле, вот как показывает наша статистика, в основном очень многие сотрудники компаний доплачивают для участия. То есть это иногда полноценный билет, иногда это там 50%, но в основном это да. Это как в фильме у Рязанова там, да? Вы сдали деньги на лошадь свои, на что там собирали и трясли? Ирина, это так? Ну, то есть статистика действительно не совсем корректна? Ну, я опять-таки на нашем опыте скажу, на наших наблюдениях у нас, да, именно, что у нас наши мероприятия, когда к нам приезжают, в основном оплачивают именно работодатели организации. Мы видим, ну мы видим опять-таки визуально, да, что ничего не собирают на входе, да, все по факту приезжают, отдыхают, веселятся. Может быть, где-то это, конечно, заранее до собирается, но уже на самом мероприятии вот таких моментов не бывает. И по ощущениям там при общении иногда с гостями мы все-таки, ну, очень так аккуратненько, не то, что прямо специально узнаем, но именно что организатор, организация оплачивает это мероприятие. Гости, сотрудники приехали от души повеселиться, отдохнуть. Еще иногда чаще всего встречаемся с самим. Ну, к нам часто едут и маленькие организации, и индивидуальные предприниматели, да, там маленькие фирмы, где 5, 6, 8 человек, даже меньше иногда. То есть, и понятно, что сам руководитель приезжает, и уже он все рассчитывает, все полностью собирает, мы составляем программу, он, да, еще раз озвучивает свой бюджет, либо наше предложение, и с его стороны идет оплата. Ну, вот это вот по нашим наблюдениям именно на нашей площадке. Все-таки соглашусь. Ну, разные варианты просто могут быть. Ну, да, может быть, да. Если больше, ну, то есть, организации оплачивают полностью только в случае, либо это большое широкое мероприятие, либо соучастие сотрудников, либо, если это ИП Иванов, то, я думаю, несложно купить ящик чего-нибудь и мандарины. Ну, то есть, вот, собственно, корпорат и прошел. — Угу. Снова ссылаясь на большой материал о ведомостях, я уже приводила отрывки из этого исследования в первом часе. Так вот, что касается оплаты, то ведомости пишут, что, чтобы сократить расходы и обеспечить явку, два мотива здесь у работодателя, многие компании уже 3-4 года подряд берут сотрудников в небольшую плату. Билет для рядового сотрудника может стоить до полутора тысяч рублей, для рядового, для топ-менеджера до пяти тысяч рублей. То есть, вот есть такая диверсификация. Примерно четверти компаний корпоративы проводят лишь для ограниченного круга сотрудников. Это тоже интересная история, особенно ссылаясь на то, что ты, Олег, рассказывал тут в кулуарах, как не... — Сложные эти помещения для большой компании в Кира. — Да, да, да. Значит, для ограниченного круга сотрудников 21% респондентов сообщили такие сведения. И рассказывают также респонденты о том, что корпоративы только для членов профсоюза есть или для начальства, куда рядовых сотрудников не приглашают. Вот такая история. Есть такие корпоративы, кстати, для начальства? — Бываешь. — Да, конечно, есть. — Мы тут все дружно киваем, да. — Да, они есть. А чем они отличаются, корпоративы для начальства и корпоративы для компаний, для сотрудников всех? — Да, мне кажется, по большому счету ничем. Единственное, что не всегда, естественно, но зачастую ярким отличием является то, что начальство, особенно если оно возрастное, это королевские пингвины. — Что это значит? — Ну, то есть вот как раз ты сейчас за кадром рассказывал про людей, которые, скрестив руки на груди, пузико вперед, вот сидят и всем взглядом показывают то, что... — Дайте нам шоу. — Ну, ну давай. Ну давайте веселите нас. И все. Ну, то есть это, скажем, плюс люди, которые являются топ-менеджерским, они в основном чуть более скованы. И поэтому они каждым своим действием пытаются подчеркнуть тот факт, что они топ-менеджеры. Статус. Статус. И держишься в рамках, поскольку здесь есть генеральный директор, учредитель. И негоже до рюмки директора поднимать рюмку. Можно еще добавить, что тоже был, в свою очередь, опыт такого мероприятия, когда разделили отдельно управляющий состав и сотрудников. Допустим, это была большая крупная организация, и управляющий состав в кафе, в приятном, в уютном, красивом месте, узким кругом, со своими интересностями, со своими фишками. А уже большое количество сотрудников. Был арендован Дом культуры, где была уже именно такая дискотека матерая, развлекательная. Вот все по-простому, по-своему, поэтому вот такое было отличие, и вот попадалось. Мы просто берем тему, мне кажется, если берем новогоднее, здесь есть уже определенные традиции, но есть другие праздники, когда действительно от формата уже отходят традиционно застолий, награждений и прочего. У нас, например, это масленица, торс, лед и прочее. Там, где нет... Это у вас на Т-плюс. Да, нет деления руководства, там, и простых сотрудников. Туда приходят с детьми, катаются с горок, участвуют везде. И понятно, что там, ну, речи нет ни о каких застольях. Это именно такое народное массовое гуляние. Ну, вот, и мне кажется, все-таки, если новогодние корпоративы тоже будут пересматриваться с точки зрения наполнения и форматов, это будет, ну, здорово для всех. И если вот не будет этого четкого жесткого деления, там, на руководящий состав и все остальные сотрудники... Ну, цели и задачи любого мероприятия должны быть какими-то, правильно? То есть мы же говорим о новогоднем корпоративе или о масленице, да? То есть если организация четко понимает, какую цель она перед собой ставит на этом мероприятии, то все, как бы, исходя из нее, соответственно, будет сегрегация, не будет ее и так далее. Вот прежде чем прервемся, все-таки тогда хочу спросить у вас, коллеги, если мы будем говорить по объему финансов, затраченных на корпоративы в течение года, вот они разные есть, мы уже перечислили, да, там, дни компаний, дни города, масленицы и Новый год, максимальное количество денег на какой корпоратив тратится? Самый большой ресурс? Ну да, действительно, это новогодний корпоратив, но, несмотря на это, у многих и дни компаний более целевые, что ли, то есть более какие-то такие интересные, более творческие, когда есть народу развернуться, показать себя, посмотреть на что-то, и в то же время бюджет иногда бывает равнозначен, то есть, да, что в новогоднем корпоративе, что, например, в дне компании. Прервился на полминуты, 211 номер телефона прямого эфира, я не понимаю, все, наверное, празднуют вообще корпоративы во всей республике, что называется, во всей губернии. Или все праздновали и сегодня не могут взять трубку телефона. Прямо сейчас, да, есть ли в вашей компании корпоратив новогодний в этом году, вы на него пойдете или, может быть, уже сходили, есть ли, с каким настроением сходили или пойдете? Продолжаем разговор, это программа «Разворот на бизнес», и сейчас мы разбираем рынок новогодних корпоративов и корпоративов вообще, но с акцентом все-таки вот на этот самый большой, как выясняется, все-таки корпоратив. Это такая, скорее, российская традиция, хотя я глубоко не копала и не знаю, как там на Западе делятся корпоративы вообще. Насколько я знаю, в Японии корпоративы каждую пятницу просто. Ну, разный. То есть, конец рабочей недели. Да, да, да. И в России тоже. И среда еще, к тому же. И сейчас у нас на связи следующий спикер. Мы связались с руководителем отдела администрирования и обеспечения компании «Железно». Ольга Валова с нами на связи. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В вашей компании, конечно, в этом году есть корпоратив. Расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи перед этим мероприятием, оно уже запланированное, ставит компания в этом году? Да. Компания «Железно» традиционно организует новогодний корпоратив для своих сотрудников. И, как известно, Новый год – это семейный праздник. И для поддержания семейной атмосферы в компании мы всегда приглашаем на мероприятие абсолютно всех сотрудников всех наших регионов. И основной целью является то, чтобы каждый из них почувствовал себя частью большой дружной семьи. Ведь одна из главных ценностей компании «Железно» – это уважение и доверие, которые необходимы в командной работе для достижения общих целей. Вы сказали из разных регионов. Мы знаем, что не так давно компания начала экспансию в другие регионы, и у вас есть проекты в Ульяновск, Ижевск, по-моему, Пермский край. Вы тоже планируете еще пару регионов. То есть эти офисы вы привозите в Киров? Или где в этом году у вас в Киров? Традиционно все офисы – Ижевск, Ульяновск, Муром на сегодняшний день – это вот эти регионы. Мы приглашаем на свой корпоратив, который состоится уже в конце этой недели. Мы всех очень ждем. Какое количество участников нынче у вас в корпоративе ожидается? Мы ожидаем порядка 350 человек на корпоративе. 350 человек. В связи с этим необходимо было найти площадку. Как вы подходили к ее выбору? Как задолго начали бронировать, искать? Да. Любой год начинается с января, и кажется, что до следующего мероприятия еще очень далеко. Но подготовку к корпоративу мы начинаем заблаговременно. И еще в марте мы забронировали место для проведения корпоратива, и в то же время начинаем уже прорабатывать программу для наших сотрудников. Программу самостоятельно прорабатываете? Очень задолго начинаем. Март – это да. Программу самостоятельно разрабатываете или нанимаете стороннюю организацию? Мы нанимаем стороннюю организацию, и они для нас разрабатывают эту программу. За какие? У вас тематические корпоративы? Или вот мы сейчас выясняем, что по-прежнему, по крайней мере, в Кировской области у компаний пользуются спросом традиционная... Торжественная часть с награждением, выступлением артистов и потом застолье. Для нашей компании «Новогодний корпоратив» мы традиционно делаем в одном из ресторанов нашего города. И вот в этом году мы попробуем вечеринку в стиле. Вот такие вечеринки, они в принципе не теряют популярности. И мы в этом году решили примерить на себя такой вариант. Наше мероприятие пройдет в стиле «Великий Гэтби». И оно предполагает такой умопролочительный, зажигательный, незабываемый, веселый, искрометный праздник, где стоит неповторимая атмосфера, присутствует яркие эмоции, фейерверк ощущений и лучшие артисты нашего города. Это да. Да, в стиле «Великий Гэтби». Скажите, а руководство компании, Юрий Анатольевич, он в одном прям зале и все остальное руководство с сотрудниками или отдельно? Конечно, все вместе. Да, как я уже сказала, для нас компания это как семья. Поэтому мы все вместе отмечаем вот как одна большая дружная семья. Растут ли бюджеты на новогодние корпоративы вашей компании? Конечно, бюджеты растут ввиду увеличения количества сотрудников. Ведь только за последний год штат компании «Железно» увеличился порядка на 72%. А есть ли в пересчете на персоны? Мы стараемся примерно держать бюджет на одного человека в рамках прошлогодней суммы за счет каких-то других моментов. Стараемся. Понятно. И еще вопросы следующие. Мы тут обсуждаем, каким образом сотрудники привлекаются на корпоратив. Потому что вот приводили сегодня примеры различных исследований. И люди на самом деле большой своей части довольно скептически относятся к этим вечеринкам, корпоративам. 21% респондентов по материалам ведомостей совсем свежим не любят участвовать в вечеринках и не хотят туда ходить и ходят только для галочки, если есть там начальство. В вашем случае как? Ну, на самом деле у нас, я скажу, ситуация кардинально противоположная. Потому что у нас устраиваются такие мероприятия и приглашаются такие артисты, чтобы атмосфера действительно была очень праздничной, дружественной такой, семейной. Поэтому сотрудники ходят с удовольствием. Лишь малая часть сотрудников, которые так очень скептически относятся к этим мероприятиям. Мы еще изучили опрос Headhunter, который проводился буквально накануне. И выяснилось, что Кировская область третье место занимает именно по опросу этого рекрутингового агентства по доле финансирования корпоративов со стороны компаний. 61% для сравнения Ульяновской области, 24% большая часть все-таки софинансируют сами сотрудники. У вас как происходит? Полностью компания оплачивает или есть какой-то вступительный взнос для участия в корпоративном мероприятии новогоднем? В нашем случае вступительным взносом является только желание сотрудника участвовать. Все расходы берет на себя компания? Да. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Валова, руководитель отдела администрирования и обеспечения компаний «Железно». Хорошего вам Нового года, успешного корпоратива. И новых проектов. И новых проектов. Спасибо. Спасибо вам огромное. И вас наступающим Новым годом. Сегодня, кстати говоря, Рождество католическое. Поздравляем всех, кто празднует его сегодня. Католиков и протестантов. Да, мне кажется, весь мир празднует без конца. Все подряд даты, которые сейчас за полтора месяца. Но, кстати говоря, я вот помню, когда я жила в Канаде, корпоративы так или иначе начинались еще в ноябре. И компании старались не на декабрь месяц относить вот такие встречи, а прямо с начала ноября их праздновать, потому что декабрь месяц закрытие документов, подведение итогов, планирование и так далее. И для того, чтобы люди успели и создать себе новогодние настроения, но в то же время, чтобы не были оторваны от важного вот этой части работы, на ноябрь огромное количество корпоративов. Там какая-то атмосфера вот эта вот рождественская, предрождественская, она начинается уже там с сентября, октября, поэтому, собственно, к ноябрю уже все заряжены. Оптимизм у нас позже гораздо вот это праздничное настроение приходит в стране. Если оно приходит. Да. Ну вот, судя по нашим респондентам, к которым мы сейчас обратились, оно приходит, оно есть, оно создается. Ну вот, может быть, ваше впечатление, кстати, коллеги, маленькое лирическое отступление, вот если ты будешь смотреть телевизор и читать все новости, и там смотреть на улице, ты понимаешь, сколько факторов это настроение новогоднее портит. Новые законы, новые налоги, политическая ситуация, гололед, там, да, погодные условия, снега нет. Вот в Нижнем Новгороде, я была на днях, там вообще снега совершенно никакого нет. Опросы людей на улицах, какое у вас впечатление от года, в основном 70% пессимистическое высказывается, но причем это из года в год вот такая там история. Семена Слепакова можно вспомнить с его великолепной композицией прошлогодней накануне послания президента, да, это был хороший год или как там прекрасный год, был он не такой, как тот. Вот, но тем не менее, да, как-то это настроение сказывается, вы видите такие вот какие-то настроенческие тенденции? Вы знаете, мне кажется, скажу за всех представителей ивент общества. Как выглядит новогоднее настроение у тех, кто праздники создает? Ну, когда же там 1 января наконец-то? Ну, то есть, не знаю, у большинства нет, это работа, это пахота, это спать по 4 часа. Я могу сказать о том, что мне сейчас повезло. Я как-то стараюсь выходить уже из организации мероприятий, и мне все больше и больше везет, что я наслаждаюсь праздниками, то есть я прихожу уже на готовые мероприятия и вижу наши суперменеджеры, которые трудятся, и те люди, которые веселятся. Я веселюсь вместе с ними, и поэтому мое настроение нынче на 100% новогоднее. А суперменеджеры ждут 1 января. Наши суперменеджеры ждут 15 января. Еще один момент хотела с вами обсудить. Обращалась уже к этой теме в первом часе и говорила о том, что есть некие мировые тенденции, которые так или иначе, и внутренние, внутрироссийские тенденции, которые так или иначе на корпоративах сказываются. Несколько лет назад громкие скандалы были, которые касались бюджетных организаций и касались органов власти, которые тратили непомерные деньги на корпоративы. Вы помните тогда, что некоторые компании отказывались, потому что там были миллионные, и там десятки и сотни миллионов тратились такими компаниями на корпоративы. Это раз эта тенденция была, а вторая тенденция, она касается как раз международных компаний и международных трендов. Это тенденция осознанного отношения к потреблению. Вот та тема, которая сейчас поднята просто, и с ней идут многие люди. Это значит, что не нужно тратить деньги на подобные празднества. Лучше их потратить на тех, кто нуждается в этих деньгах. Это первая история, и поэтому проводятся корпоративы в стиле «поиграли в волейбол, собрали деньги на благотворительность». И вторая история – это экологическая линия. Например, отказываются от одноразовой посуды, которая в переработку у нас не идёт, грязная тем более, не идёт вообще никуда. Это тенденция определённого вида еды, её качества еды, и количества этой еды, и соответствующих мероприятий. Эти тенденции как-то сказываются на кировских корпоративах? Хорошина. Давайте расскажем. На самом деле, с одной стороны, может быть, да, с другой стороны, может быть, нет. Именно что, кто выбирает нашу площадку, они едут на свежий воздух. Даже сейчас это бывает так, что это небольшой бюджет. Просто компания приезжает на час, на два побегать, повеселиться, покататься с горок и уезжают. Ну, то есть, вот, и спрашивая, что да, вот это весь формат у вас, да, мы действительно вот решили в этом году сделать так. Поэтому я думаю, что в этом году это такая очень популярная тема, что именно, ну, вообще получается, даже без какого-то беспитания, без... Алкоголя. Без алкоголя, да, именно спорт такой. А есть запрос какой-то на мастер-классы, что-то сделать совместное, хорошее, доброе? Да, это тоже, да, вот это вот такое, собираем программу, если в таких случаях. То есть, это, конечно, два часа на улице, тем более по зиме бегать сложновато. Поэтому мы делаем из разных блоков как раз. Одно из них – это в тёплом местечке погреться, посидеть, смастерить подарок своими руками. Если это семейный праздник, то это все семьи, если это дети, это одно, если взрослое, другое. И спортивная часть. То есть, именно вот даже те же ватрушки, те же катания с горы, когда взрослые уезжают. Ну, это вообще просто такие глаза яркие, это новогоднее настроение, именно вот в этот момент оно читается. Да, не просто когда за столами, а когда вот это вот так легко, непринужденно, как это когда-то давно, наверное, было. То есть, вот здоровый образ жизни. Да, это сейчас очень, да. И второй тренд – это совместные мастер-классы для того, чтобы сделать нечто своими руками и пообщаться. Ну, тоже, да, такой тимбилдинг. Вот сейчас тимбилдинг, тимбилдинг – это везде, он может быть творческий, спортивный, просто на сплочение команды именно в что-то сделании вместе, совместно, да, толкать автобус, например, и так далее. То есть, это да. Проживемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор с нашими гостями. И в это время будем набирать еще одного спикера. Мы ожидаем Марину Клюкину, руководителя службы персонала компании «Леруа Мерлен». Ёлки-палки, как устроим бизнес на корпоративных праздниках. Обсуждаем мы сегодня эту тему в развороте на бизнес, в традиционном нашем развороте, тем более перед праздниками, тема актуальна. И мы остановились на том, меняются ли в Кирове тренды, подходы к самой организации и смыслам, которые закладываются в новогодние корпоративы. Просто Светлана до перерыва рассказывала о том, как подходит за рубежом, что там есть такое экологическое сознание или благотворительность. Там просто уровень, есть так называемая корпоративная социальная ответственность, уровень КСО, этой корпоративной социальной ответственности, немножко выше. И сотрудники компании в том числе осознают, что они могут внести какие-то ценности в окружающее их пространство и использовать для этого даже совместные мероприятия. Как в Кирове? Сохраняется тренд на традиционные корпоративы или все-таки приходят какие-то новые форматы? Мы сейчас поинтересуемся у нашего следующего спикера. Сейчас по телефону с нами Мария Клюкина, руководитель службы персонала компании Леруа Мерлен Киров. Мария, добрый день. Добрый день. Добрый день. Очень приятно вас слышать. С наступающим праздником. И первый вопрос, который хотелось бы задать, может быть, вы нас слушали, и если нет, то я еще раз повторю. Нынче в вашей компании Леруа Мерлен большая очень компания, которая, безусловно, следит за международными трендами. Эти тренды, они как-то повлияли на тематику и на форму проведения корпоратива. Мы сейчас говорим, например, про осознанное потребление, про отказ зарубежных компаний в основном в России. Как-то чуть-чуть есть, но немного. Например, от одноразовой посуды, про какие-то там, возможно, благотворительные акции в процессе, про вообще там отказ от части корпоратива с целью куда-то что-то пожертвовать. Или, как все практически наши респонденты, которых мы сегодня подключали, вы приверженец традиционных российских корпоративов, когда собирается большой коллектив, есть награждения, речи, стол и танцы. Ну, на самом деле, вы правы, да, мы международная компания, мы большое внимание уделяем экологическим и социальным проектам. Они проходят в магазине регулярно. Если мы говорим про те проекты, которые есть сейчас, то вот сейчас у нас сотрудники находятся в детском доме Оречевского района, где как раз вот они поздравляют ребят. Но корпоратив – это немножко другое, да, здесь цели другие. Для нас главная цель корпоратива – это, во-первых, команда образования, во-вторых, налаживание коммуникаций между подразделениями, а у нас их порядка 20. Вот, поэтому он проводится, да, но в более традиционном виде. И в первую очередь здесь мы отталкиваемся от желаний самих сотрудников. Вы их опрашивали? Да, они традиционно выбирают сами и тематику корпоратива, и предпочтительный для них формат. Ну, потому что, опять же, в первую очередь это для сотрудников, поэтому кому как не им делать выбор. И что выбрали в этом году сотрудники Леруа Мерлен? На самом деле сейчас тематику мы еще утверждаем, потому что мы не проводим корпоративы в декабре. Так. Мы понимаем, что все наши покупатели стремятся купить подарки перед Новым годом, вот, поэтому мы не можем себе позволить выехать практически всей командой из магазина, да, и оставить покупателей без внимания. А как бы они этого хотели? Так. Традиционно мы проводим корпоративы в конце января, начале февраля, и вот сейчас мы находимся еще в процессе утверждения и концепции, и бюджета. Ну, это хорошо с точки зрения бюджета, потому что тогда ценники гораздо ниже, я думаю, как на аренду, так и на услуги. Все верно, да. Зачастую аренда у нас совсем обходится бесплатно, да, потому что мы еще делаем корпоративные мероприятия по понедельникам. Для нас это наименее посещаемый день, да, клиентами, вот, и январь-февраль, поэтому, да, нам удается сэкономить. А скажите, сотрудники сами участвуют, я имею в виду, не трудом, а финансово в организации мероприятий, или компания берет все затраты на себя? Компания берет все затраты на себя. Давайте вспомним тогда опыт прошлого года, раз пока еще концепция утверждается. А в прошлом году что выбирали сотрудники, и какие форматы вы использовали? В прошлом году тематикой корпоратива у нас был зимний бал. То есть мужчины были в костюмах, в смокингах, в рубашках, в руках, девушки были прекрасны в бальных платьях. В качестве развлекательных мероприятий у нас был небольшой оркестр, у нас был такой мини-балетная труппа. Ну, а закончилось все это выступлением уже эстрадной группы и дискотеки. Как вы обеспечиваете явку на ваше мероприятие? Мы здесь ссылались на статистику, которую приводят ведомости в последних исследованиях. Есть группа товарищей, 21%, которые категорически не любят участвовать в корпоративах, воспринимают как навязанное некое мероприятие для галочки. Не знаю, потому что они все интроверты, просто не любят находиться в толпе. Есть люди, которые идут туда для того, чтобы показать начальству, что вот я здесь есть, лояльность начальству только показать. И, кстати говоря, только небольшая часть получается, но там треть от всех, от души радуются на корпоративе. Ну, у нас традиционно явка составляет от 90 до 93% сотрудников на корпоративах. Как вы их привлекаете? Остальные в магазине в это время? Ну, понятно, да. Ну, как вы их привлекаете? Остальные, во-первых, в магазине, да. Ну, на самом деле, привлекаем, не привлекаем, да, вот как-то силой, да, либо еще методами и убеждениями. После каждого корпоративного мероприятия мы собираем обратную связь, как раз, что понравилось, что не понравилось. И уже на следующий год стараемся сделать каждое мероприятие лучше и интереснее для каждого сотрудника. Растут ли ваши расходы от года к году на корпоративы? Если мы будем не брать в расчет увеличение, например, количества сотрудников, а в пересчете на одного человека? В среднем нет. Но, опять же, да, как вы правильно заметили, численность магазинов в Кирове растет, поэтому общая сумма растет каждый год. Спасибо большое. Но сумма на одного человека не растет. Не растет. Спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом. Отличного вам и Нового года, и Рождества, и корпоратива, который последует. Мария Клюкина, руководитель службы персонала компании Леруа Мерлен Киров была с нами на связи. Спасибо. Ну, вот пример, пожалуйста. Здесь компания, которая, исходя из того, чем она занимается, четко рассчитывает, когда лучше всего проводить корпоратив. Ну, и очевидно совершенно, что, конечно... Ну, исходит, ну, по словам... А ведь еще распродажа последует... Руководительная часть службы из желаний сотрудников. По тематике, по подходам, да, то есть определяют сотрудники самого... Опросы и голосования. В нашей компании то же самое происходит. Вот здесь в «Онмедиа» то же самое происходит. То есть сотрудники голосуют, предлагают тему, выбирают, и сами формируют таким образом повестку, и сами ее полностью проводят. Было бы странно в творческом коллективе этого не проводить. Как раз касаемо творчества, и что касается трендов, да, тренд на то, что сами сотрудники участвуют в проведении мероприятия. Просто вспомнился пример, тут на днях. Есть одна организация в Кирове, которая, естественно, ежегодно проходит корпоративы в одном из ДК. И многие годы там явка составляла процентов 20-30-40. А последние в прошлом году сделали праздник большей частью своими силами. Ну, то есть был формат, была форма, где принимали участие сотрудники, и это было очень креативно, естественно. И в этом году явка составляется, уже заявлено людей, порядка 140% от предыдущего. То есть люди просят лишний билетик на это мероприятие. У нас, коллеги, остается всего 3,5 минуты, и у нас очень важный момент еще, который мы не осветили, это кадры в вашем бизнесе. Насколько там широк рынок, насколько легко найти вот эти кадры, которые могут участвовать в организации проведения мероприятий. Это период, и не получаются ли драки, и завышение там зарплат для того, чтобы переманить хороших аниматоров к себе. Да, расширяется, сужается коллектив, обучаете вы их самостоятельно, как хантингом занимаются? Саня, начнем. В нашем случае кадры решают все, конечно же. И мы приняли такое решение в своей компании, что мы обучаем ведущих, мы обучаем аниматоров, и мы стараемся делать так, чтобы качество услуг было высоким. И постоянно, три раза в неделю у нас собираются аниматоры, танцуют, веселые флешмобы, ведущие веселятся, изучают новые программы, которые мы порой покупаем, порой придумываем сами. Мы в этом направлении... Задействуете ли вы студентов, и насколько они активны с этой точки зрения, готовы ли они зарабатывать перед новогодние праздники? Мы стараемся задействовать активных студентов, но прежде мы их обучаем и стараемся, чтобы они были с нами на волне. И студент это очень хороший ресурс, у которого горят глаза, который может сделать на самом деле больше, чем любой... Порошина. Ну, у нас своя команда, ребят, своя команда. Мы полностью обучаемся, полностью готовимся к программам. Иногда сценарий мы пишем также совместно. Иногда, допустим, я что-то прописываю, иногда ребята свои идеи приносят. То есть такой творческий коллектив настоящий. То есть нас достаточное количество... Так сколько достаточное количество? Ну, у нас в пределах 15 человек. А у вас сколько? Зажигай. У нас штат-менеджеров только 20 человек, и человек, наверное, 50. Вот ведущие, диджеи, аниматоры, Деда Мороза. Требуется ли расширение штата? Ну, вот на такие праздники, да, у нас идёт усиление в любом случае. Это мы как раз и студентов задействуем, либо там получается, что кто-то, возможно, с нами давно был, но сейчас уже другой деятельностью занимается... Привлекаем, привлекаем, вызваниваем. Вопрос Роману Корнивы. Сколько стоит самый дорогой ведущий в Кирове? Понять не имею. Это ты про Романа спрашиваешь? Доступных денег. Да, сам разброс цен от... Двух тысяч рублей до десяти тысяч рублей в час. В час. От двух до десяти тысяч рублей в час. Сколько у нас ведущих звёзд в Кирове? У нас все ведущие звёзды. Нет, я имею в виду всё-таки, да, я имею в виду всё-таки медийных героев, медийные лица. То есть это особый заказ всегда. Вы знаете, я всё-таки, наверное, не про звёзды, про вот людей, которые приходят, например, в декабрьские праздники работать. Потому что все прекрасно, хоть раз сталкивающиеся с этим бизнесом, знают, что декабрь – это чёс. И люди, которые хоть когда-то, хоть как-то проводили хоть одно мероприятие и говорили в микрофон, начинают переходить в эту кашу в декабре. Потому что, например, каждый год есть дата какая-нибудь, самая ближайшая пятница или суббота к Новому году. И в этот день, ну вот я думаю, ребята согласятся, знают, что 27 декабря. Сейчас все ищут ведущего или диджея на 27 декабря. Даже человек, который хотя бы раз читал стихи и теперь считается ведущим, он уже работает этого числа. Не зря анекдот есть про то, что меня Спилберг пригласил, да, работать, сниматься в кино, но я не могу у меня ёлки. Ну что, ёлки-палки, поздравляю всех с Рождеством сегодняшним, с наступающим Новым годом, православным Рождеством и последующими всеми праздниками успешных вам удачных корпоративов. Behave yourself, что называется. И спасибо нашим гостям. Разворот на бизнес завершён. Олег Прохоренко, Светлана Занько, до свидания. Хорошего дня. До свидания. С Новым годом!